Я почему-то думаю, что никуда ни Visa, ни MasterCard не денутся. Это глобальные игроки, которые, кстати, зарабатывают внутри России неплохие деньги. Но основа и самое главное преимущество, почему нам нравится пользоваться пластиковыми деньгами Visa и MasterCard, потому что это дает нам не только свободу передвижения, но и свободу передвижения с деньгами в кармане. То есть нам не надо декларировать деньги, которые у нас есть, нам достаточно взять с собой пластиковую карту Visa или MasterCard. Я сильно сомневаюсь, что карты национальной платежной системы будут приниматься во всех странах мира или во всех магазинах или ресторанах мира. То есть это длительное время строить такие сети. И может быть, когда-нибудь мы в какие-то сети как национальные системы войдем. Но сегодня в среднесрочной перспективе альтернативы этим двум большим гигантам нет. Я имею в виду глобальные альтернативы. Но это не значит, что мы должны всячески перед ними заискивать. Насколько я знаю, сегодня в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге как раз прошли переговоры российского правительства и представителей Visa и MasterCard. И на определенных условиях Visa и MasterCard договорились продолжить работу в России. Но не потому, что мы идем на какие-то уступки, а потому, что это выгодно Visa и MasterCard. Потому что, опять же, это вопрос не идеологии, это вопрос не политики, это вопрос бизнеса, это вопрос денег. Выгодно работаем, невыгодно не работаем. Им на сегодняшний день в России работать выгодно.